И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, которая шла себе в Денерим, чтобы начать там серию, но, уэх, серия у нас начинается очень мощно. И, кстати, сейчас затестируем наш мега-меч, который Дункановский. Можно, кстати, было бы его поставить на второй слот, потому что я все равно этим не пользуюсь уже всем копиеметом этим. Пожалуй, так и сделаем. Вот так вот забабахаем. Ну-ка. Так. Это радует меня. Так, вы туда пойдите, Алистер. Ну, давай, ладно. Вот эти ребята мне не нравятся. Они будут двигаться, интересно, хоть как-нибудь? Ну-ка, ну-ка, Дюранчик, сколько у тебя урона? А он стоит, он тупит, как всегда. Ну, почему бы и нет? Стэн, кстати, тоже почему-то стоит. Мистические причины не позволяют ему двигаться, видимо. Ну, ударьте кто-нибудь уже. Сколько, сколько? О-о-о, вы видели сколько? О-о-о-о. Меч Дункана прямо жарит. Точнее, холодит, но... Ну, вы поняли. Офигеть, смотрите, просто одним ударом полздоровья Гарлока. Это же просто божественно. Ну-ка, давай еще раз. Ой, Алистер промахнулся. Зашибись. Подождите, стойте. Так, вот ты мне не нравишься. У Алистера, конечно, сейчас говно оружие стоит. Ну, ладно. Я потом, наверное, все-таки отдам ему звездный клык. Потому что я лично, наверное, буду все-таки ходить с мечом Дункана. Потому что я поживее буду, поживучее, точнее, чем Алистер. Если он помрет, это будет не очень приятно. Йоу-моё. Так, простите, конечно, люди милые. Вас придется немножко заморозить. Я все, конечно, понимаю. Дерана, ты где? А че ты там-то стоишь? Ты же мне объясни-то, что ты там делаешь? Так. Алистер, ты как там? Ты долго-то знаешь, его там... Я понимаю, что это Гарлок, но, блин. Ну, не настолько же. Так, ну-ка давай. Ау. Тебя бы еще заморозить. Вообще, кстати, надо было порчу на них наложить. Сколько, сколько? Все проморгало нахрен. Ну, нет, слушайте. Это, конечно, замечательно, но победа с смертью. Обычных людишек. Как-то так себе. Сколько, сколько? Блин, я не успеваю даже следить. Так быстро циферки бегут. Вообще, на раз-два умер. Ну-ка, подожди, сейчас... Не, ну Генлоки, они быстро умирают. Алистер там все Гарлока ковыряет. Я начинаю думать, что плохая идея его брать на финальную битву. Но, блин, это символично. С другой стороны, блин, он король, и его опасно брать на финальную битву. Так, что мы стоим-то? Так, закончил. Хорошо. Где? Вот. Давай. Стэн, не топи. Ну-ка, сколько? О, да. Вы видите это? Красота. Ща вам, батька, покажет, как надо. Так, зашибись. Че у тебя? Нет, чего? Огр. Тяжелая кольчуга. Ее я возьму. Эликсиры эти. Как пожелаешь. Нафиг их. Кварц тоже мусор. Замечательно. Может, сейчас ему... Нет, блин, сейчас нельзя ставить ему звездный клык потом. С удовольствием. Надо вот так сделать. Аааа! Знаете, че было? Когда я звездный клык... Ой, звездный клык этот-то поставила. Я еще думаю, почему эти штуки исчезли? Думаю, это вынослив, что ли, пропало? А я забыла, у меня щита тут нет. На второй связке-то прикинь. Надо на вторую связку поставить. А, ну, кстати, смотрите, такая связочка неплохая получается. Тут урон к порождению тьмы, там урон к порождению тьмы. Это такая, знаете, версия против людей. Ну, блин, забавно. Так. Обратный путь мне не нужен. Не то, чтобы мне прям нужен был этот эльфийский корень, но почему нет. Гарлок, кинлок. Вот, понимаете, у меня в инвентаре 203 золотых. 203, Карл. Я все равно хожу по этим трупам и обираю их. Вот, понимаете, зажиточная скотина просто. Вы что-нибудь скажете мне? Привет, страж. Мы охраняем эти дороги. Незаметно. Я вообще-то не с тобой разговариваю. Эрл и Омон передают тебе... Быстрее. Эй, эй, эй. Брали. Ой, боже. Эрл и Омон, конечно же, все прекрасно. На Сонора. Сейчас. Потому что нам нужно обязательно-обязательно-обязательно с ней поговорить. Ее голос фактически решающий будет на собрании земель, если его просрать. Но будет все очень плохо. Для Алистера. Так, хорошо. Единственное, но, наверное, сейчас стоит еще раз посмотреть, что там у Горема продается. Какие-нибудь руны. Я же уже ни хрена не помню. Вообще здесь где-то должен стоять чувак. А, он же не обязательно здесь. Он же может стоять в лавках. Слушайте, можно в лавку и этот... Чудевинок. Диковинок. Зайти и посмотреть, там продаются какие-нибудь кольца. Потому что у меня с кольцами прям беда какая-то. Так, а что я хотел-то? Руны. А, у тебя вообще их нет. Ах, ты ж... Я же забыла, что ты оружие только продаешь, сволочь. Что такое, Горем? Мог бы и расширить арсенал-то. Да не знаю. Как быть? Вообще, конечно, ладно. Давайте зайти. Ой, стоп, это не та дверь. Где там диковинки-то эти? Вот они. Тихо. Если там будет какое-нибудь мега-кольцо, почему бы его и не взять? Помню, там было что-то, что мне понравилось. Ну, кроме посоха. Которое я в итоге купила. Так, хорошо. Вот, вот тот чувак, этот квестовый. Добро пожаловать в чудеса Тедаса. У нас имеется изделие мега-кольца. У нас имеется изделие мега-кольца. Спасибо, давай посмотрим товары. Что у тебя есть? О, кстати, руны. Урожайная магия, магические. Нахрен его. Пламенная руна мастера. А есть что-нибудь сильверитовое-то, а? Железное. Вот что мне эти железные... Вот, кстати, шанс парализовать цель. Самое интересное то, что здесь не пишется, какой шанс. То есть... Почему нет? Что мешало написать? Шанс паралича. Так, вот, кстати, кольцовиков. А-а-а! А-а-а-а-а! Как чувствовала, что надо зайти! О, боже. Так. Что-то как-то аж перемкнуло. Что тут? Устойчивость к огню, кстати. Одежда Женица. Теловложение. Шанс увернуться от атаки. 12 брони и 16 цитров. Слушайте, вот я бы это море глядала. У нее, конечно, замечательная одежда, которая повышает... Надо с Мориганом сравнить. Повышает урон от молнии... Ой, от молнии, от мороза. Но там 5 к магии, 12 к защите. 8 к шансу отразить. Сила воли минус 1. И 20 к урону от холода. Это неплохо, но... Устойчивость к огню. 16 отразить. 10 вернуться от атаки. 12 к броне. Еще 6 к телосложению. Но это, конечно... Грубо говоря, мы станем более крепкими. Более устойчивыми к некоторым вещам. Но при этом 20% урона от льда, конечно, уйдет в никуда. 20% это довольно много. Ой, я не знаю. 10 к урон сил природы. Капишин чередет. Я ему, по-моему, продала, да? Ой, прям не знаю. Факел тлеющих углей. Нахрен он нужен. Знаете, знаете что? Я куплю. Пусть будет. Сейчас надо просто посмотреть, как оно выглядит на нас. Ну да, туповато. Но, блин, ну посмотрите на это. 6, 70, 79. Ну здесь, правда, защита 58. Но броня повышается. Снижает урон, получаемый персонажем от обычных атак. Параметры оружия, отвечающие за протыкание брони, напрямую сравниваются с рейтингом брони противника. Вот не знаю, блин. Ну, знаете что? Пускай будет. Ну, там посмотрим. Мориган, прости, конечно. Взгляд такой несчастный. Блин, вы а что меня одели? Господи, никогда не посмотрю больше в зеркало. Никогда не расскажу своим внукам о том, во что меня одевал проклятый страж. С другой стороны, я не скажу, что ей прям не идет. По-моему, очень даже идет. Да, конечно, такая. Ну ладно. Так, чувак, сюжетный квест твой. Точнее, не сюжетный, просто квест твой. Ты мне, конечно, нафиг не нужен. Но зашатать тебя и получить опыт, почему нет? Я знал, что так и будет. Все деньги потратил, чтобы подготовиться. Так что меня голыми руками не возьмешь. Да сраки хотела. Я тебя голыми ногами возьму. Ты меня плохо знаешь, чувак. Так. Ну что, Мориган, давай запустим твой урон от Мороза? Прям чётенько так, по диагональке. Красота. Ну, 79 в принципе неплохо. Не так. А раньше сколько интересно было? Сейчас подождем, пока восстановится. Посмотрим еще разок. Если они, конечно, к тому времени не передохнут. Постоять, что ли, не двигаясь? Просто чтобы посмотреть, знаете? Так, Мориган, ты просто стой, не тратить силу. Так, мне нужно посмотреть. Нет, слушай, Алистер. Вот давай ты сюда встанешь. Ну что вы его убили-то, ну? Так, все, стоим здесь. Не шевелься. Я хочу посмотреть на урон. Так, отвалил. Я тебя не трогала. Эй, Мориган, не смей. Да твою мать, зачем ты это сделала-то? Эм, эм, эм. Так, стоять. Ну-ка, там 79 что-то было. Что-то столько, да? 75. Что-то я как-то разницы не вижу. Те вижу, если честно. Ну-ка, давай. 79. По-моему, до этого столько же было, не? Сейчас. Короче, поставим, посмотрим. Потом на ком-нибудь еще фигня у тебя какая-то. Ну ладно, получили опыт, ладно. Колечко, колечко, кольцо! Огонь, холод. Вообще, кому бы это поставить-то? Я прям даже не знаю. Али стараюсь все-таки, не знаю, брать, не брать с собой. Вроде хочется, а что-то как-то вот... Не знаю. Ну, это... Ну, а-а-а! С одной стороны, это символично будет. С другой стороны, он как бы будет у меня королевичем. И... Ну, я не хочу... Ему ломать... Судьбинушку его. Так. Сила воли, ловкость, атака. К силе просто, точнее, ловкость, атака. Праздник урожая. Вы... Знаешь что? Вот это вот колечко я, наверное, поставлю... Стенечку. Ловкость, силу. Вот, телосложение уберем. Так, конечно, все прекрасно, но... Сами понимаете. Стучусь к холоду. Нафиг его. Хотя, господи, тут такая разница. Пять! Вот он же... Это кольцо так себе, конечно. Ну, пусть будет так. Что у нас там получается по сопротивляемости? Ну, неплохо, неплохо, да. У Стена устойчивость к огню 75. Он и так нормально будет себя чувствовать. В бою с Архидемоном. У него еще меч против драконов. У Алистера 20 к огню. У Морриган 20 тоже. Я не знаю. Как сложно выбрать число. Просто невозможно. Я бы сказала. Так, ладно. Кому доложиться-то? С Альфинажем мы разобрались. Где Анора-то? Или мне к Камону... Хотя он не подсвечивается. К Камону обратиться. Алло! А вот и ты. Тебя так долго не было, что я уже собрался посылать поисковую партию. Я слыхал, что в Альфинаже были большие беспорядки. Что там, собственно, произошло? Чума, тентерские магии, зло, рабство, хаос, анархия, садом Багомора. Выбирай чего угодно. Так, Логейн сотрудничал с тентерскими работорговцами. Прости меня, создатель. Мне бы содрогнуться от омерзения, что здесь такое возможно. Но, по правде говоря, я безмерно рад, что в этом замешан Логейн. О, да. Мы должны поскорее покончить с гражданской войной. То, что не уничтожит в этом краю мор, то наверняка добьет политика. В город прибыл последний из наших союзников. Дольше медлить нельзя. Я отправлюсь во дворец и созову собрание земель. А ты, страж, приходи как только сможешь. Подождите, а Анора где? Минутку, минутку, минутку. Где Анора? Мне нужно с ней поговорить. Где она сидит? Это Огран, это Вин. Где Анора? С ней очень важно поговорить перед собранием земель. Где она сидит? А? Где, мать твоя Анора? С ней вот прям очень надо поговорить. Где она тусит-то, хоть вы мне напишите? Потому что я ее, честно говоря... Я, может, что-то не понимаю в этой жизни? Так-то это не круто. Так, я помню, как-то у меня проблем раньше не было, чтобы найти ее и поговорить с ней. Ну, где она? Нигелла, твою мать... Прошу прощения, я должна вытереть пыль в гостиной Эрла. Почему я с ней могу поговорить, но не могу поговорить с Анорой? Где она носится? А? Ты из Донорима? Нет, из Редклиффа. Леди Изольда прошлой весной привезла меня сюда, как в свою горничную. Да, это было уже. Где, мать ее, Анора? Это, конечно, все очень забавно и все такое. Но прикиньте, я просрала диалог с ней все это время, бегала вот... Нет, вот она, господи. Аж от сердца отлегло, если честно. Прям перепугалась я. Если говорить откровенно. Так, Эролина, что ты мне скажешь? Страж, Миледи будет вечно тебе благодарна. Нет, сомнительно. Это правда? Эрлина сказала мне, что Эрл Эамон уже созывает собрание земель. Да, это правда. Надеюсь, мы готовы? По правде говоря, никогда еще я не встречала собрание земель такой неготовой к нему. Но теперь все в руках Создателя. Поторопись, отец не станет понапрасну тратить время на переговоры с Эамоном. И я знаю, ты ему понадобишься. Увидимся там. Да позаботится о нас всех Создателей. Минутку! Ты должна мне сказать кучу классных вещей. Увидимся на собрании земель. Удачи тебе. О боже. Мы, по-моему, просрали собрание земель только что. А че такое-то, слышь? Я должна была с ней поговорить. И она должна была сказать, типа, поддержи меня. Там все такое. Мы могли ей этого пообещать, а могли не обещать. Где этот диалог, а? Так. Товарищ Анора. Все это очень, конечно, замечательно и все такое. Но мне надо с вами поговорить. Прям очень сильно. Анора. Приветствую тебя вновь, Страж. Хорошо, что ты пришел. Я хочу с тобой поговорить. Слава богу, господи. Буду откровенна. Я вижу, что в ближайшие дни твой голос будет иметь немалый вес. Эамон прислушивается к твоим словам и не без оснований. Моего отца необходимо остановить. И когда это случится, Ферел Дену понадобится правитель. Я была бы рада, если бы ты оказал поддержку моему трону. Запомните, друзья мои, для тех, кто никогда не играл в эту игру. Сообщаю. Если вы не поговорите с ней, вы просрали собрание земель. Скорее всего. 99,9% что вы просрали. Потому что гребаная Анора пользуется гребанной популярностью этого гребаного народа, которого мы пытаемся спасти. С ней очень важно поговорить. Господи. Слава богу. Так. Вы считаете меня более подходящим кандидатом, чем Алистер? Почему я, кстати, могу как бы претендовать, если я как бы гном вообще? А, кстати, интересно будет у нее спросить. Вы предлагаете мне союз? Именно. Придет время, и я заявлю на собрании земель, что хочу остаться на троне. А ты меня поддержишь. Тебя сочтут врагом моего отца. Но при этом ты выскажешь поддержку его дочери. Все решат, что ты заботишься о благе всего Ферелдена. А не просто об интересах серых стражей. Взамен я отдам свой голос тебе. Понимаешь? Вместе мы достигнем того, чего не сможем сделать поодиночке. Можно, кстати, на моей памяти согласиться, что да-да-да, она отдаст нам голос, а потом сказать ей Fuck you, woman! Иди в жопу! И, конечно, это будет иметь интересные последствия. Думаю, мне понадобится не просто ваша поддержка. А что будет с Логейном, если вы станете королевой, вы считаете меня более подходящим кандидатом, чем Алистер? Откуда вообще? Почему вам не выйти за Алистер? Я не хочу Алистер отдавать ей. Потому что... Да. Она бесплодная! Нахрен ее! Пускай лучше заключает союз с Селеной. Когда-нибудь, возможно. Не просто ваша поддержка мне понадобится, однако. Став королевой, я смогу дать тебе все, что ты захочешь. И я сдержу свое слово. Ой. Возможно, Алистер пообещает тебе тоже. Но скажи мне, что лучшее. Благодарность слабого короля или сильной королевы? И если даже это не нужно тебе лично, подумай о том, что я могла бы сделать для Серых Стражей и для твоих спутников. Я свое слово сказала. Ну да. Мне кажется, господи, Алистер поддерживает Серых Стражей намного лучше, чем ты, милая моя. Потому что он знает, сколько дерьма они холебали. А если бы рядом с вами был сильный королев? Интересный вариант. Впрочем, я сильно сомневаюсь, что попытка сделать моим консортом гнома будет воспринято с одобрением. Это да. Да, я осознаю все преимущества твоего предложения, но... Нет, это невозможно. Я знаю. Это было бы, кстати, возможно, если бы мы играли знатным человеком. Кусландом, то бишь. Мы бы могли стать королем. Вообще ничего так варианта, да? Из грязи в князь. Ну как из грязи. Мы и так были из благородного дома и вообще, но... Королем. Правда, с этой выдрой. Ах, нет. С другой стороны, что мешает ее потом так пыньк куда-нибудь сдвинуть? Не знаю. Она ушла, шла, упала с лестницы. Хорена, кто-то подвернулась любовница. Тоже знатной семьи. А, бесплодная нора. Я не... Не, как сказать. Я не отрицаю. Она популярна у народа. Она неплохо правит. Но... У нее не было детей. И вряд ли будут. Эх, это хреново. Не хочу обрекать Алистера на бесплодную королеву. И на очень стервозную, надо сказать, королеву. Здесь ее делают чуть-чуть хуже... Ой, лучше... Делает, точнее, чуть-чуть лучше голос Нины Коленковой. Потому что она воспринимается не такой гадиной. Но послушать ее голос в Инквизиции, как она там вообще себя ведет... Ой, да такой кошмар. Но, с другой стороны, там ситуация была такая своеобразная. Ладно, неважно. Спойлеры. Тип того. Вы считаете меня более подходящим кандидатам, чем Алистер? Да, она сказала, что это невозможно. Почему бы вам просто не выйти за Алистера? Ну, я не хочу. Так. Расскажите, с чем мне вас поддержать? Ладно, я поддержу вас на собрании земель. Наверное. Блин, я не знаю. Я не хочу. Блин. Я, честно, я не хочу Алистера ей отдавать. Вот вообще. Блин. А вдруг в какой-нибудь четвертой там части, если я вот отреклась от Аноры, сделала вот такой рискованный шаг, Алистер действительно там сможет замутить Селеной. Вот кто знает, блин? Ну, вот кто знает? Кто знал, что могут быть такие страшные последствия в Инквизиции, если не сделать его королем? Вот кто знал? Вообще. Ну, как страшно. Не такие страшные, какими мы могли бы быть. Но, тем не менее. Ладно, я поддержу вас на собрании земель, наверное. Я не знаю, черт. Я просто не помню, будет ли там все-таки возможно. И в какой именно момент. Потому что я вроде помню, что ей можно сказать то, что да-да-да, а потом... Ну, да. Обломать я. Ну, давайте рискнем, если что, загрузимся. Какого хрена. Я поддержу вас на собрании земель. Рада это слышать. Итак, по рукам, Страж, я верю, что ты сдержишь свою часть договора. Конечно. Теперь возникает вопрос, что делать с моим отцом? Убий козла! Разумеется, сделать это будет непросто. Но я уверена, что ты и так это знаешь. Полагаю, у тебя много дел. Я могу еще чем-то помочь? А что вы думаете о браке с Алистером? Я стараюсь вообще об этом не думать. Даже если забыть о том, что Алистер очень похож на Кайлона, моего новопредставленного мужа, если ты помнишь, я не могу побороть боязнь того, что он будет править так же, как Кайлон. Но Алистер и впрямь потомок Тейринов. Для некоторых это более важно, чем любые практические соображения. Такой союз может быть воспринят как неравный, но сам-то Алистер этого хочет. Ну, я могу попробовать убедить его. Вот что я скажу. Если Алистер не против отступить в тень и позволить мне, как и раньше, править страной, тогда я не против того, чтобы он был моим королем. Я так понимаю, ему не по душе заботы, связанные с управлением государством. Если это так, меня этот союз устроил бы. Ну, ладно, я подумаю. Поговори. Я очень хотела бы узнать его ответ. Ну, посмотрим. Мне, конечно, блин. Я не хочу Алистера ей отдавать. Что-то мне подсказывает, что кто-то сказал Аноре, что я хочу отнять у нее престол. Взгляд у нее тот еще. Это вообще не моя идея. По мне, так она прекрасная королева. И, насколько я знаю, пользуется поддержкой. Ты по-прежнему не хочешь быть королем? Я не политик. Мне нравится быть стражем. Нас окружает настоящее зло, и мы можем с ним справиться, а значит, должны. А политические дебаты, придумывание законов, это не для меня. Я совершенно не в курсе, как это делается. Все учатся. И что ж я должен делать, по-твоему? Сделать следующий шаг и стать королем? Поступай так, как тебе хочется. Ага, сейчас. Это не тот случай. Прости, Алистер. А что насчет женить бы на Аноре, а? Жениться на Аноре? То есть взять замуж? Да, да, да. То есть вступить в брак? А ты с ней об этом говорил? Говорил так ведь? Ну, было чуть-чуть. С чего бы мне это делать? Взять замуж Анор. Это абсурд. Абсурд. Ты возглавишь армию, она будет править. Ну, кстати, блин. Как-то разумно. И Алистер особо заморачиваться не будет. Нужен будет наследник. Ну, сделает еще одного бастарда. Вон, бастарды могут становиться королями. Все хорошо. Блин, я не знаю, честно слово. Знаете че? Можно выставить все так, что как будто бы мы за их союз, а потом, если на собрании земель будет возможность... Вообще, она вроде будет. Оставить только Алистера, мы так и сделаем. Ха-ха-ха. Ты возглавишь армию, она будет править. Все классно. Нет? Да, пожалуй. Не знаю уж, какой из меня военачальник, но... Что она хороший правитель, это точно. Что ж, тогда вперед. Иди скажи ей, что я согласен, раз уж такое дело. А теперь, извини, я пойду свалюсь где-нибудь в обморок. Ничего? Нормально. Вон там классный угол. Так, ну ладно. Сделаем пока что так. Там видно будет. Собрание земель самое вот... Ну так как? Ты уже говорил с моим счастливчиком с ужином? Или нам придется передавать друг другу записки? А, он согласился. Да. Я почти не надеялась на это, по правде говоря. Ты понимаешь? Выйти за брата Кайлона. Случалось и не такое. Если только это и впрямь нам поможет. Ах! Вот значит как. Я соглашаюсь выйти за Алистера, чтобы сохранить трон. А в обмен оказываю тебе поддержку. Если это не так, говори. Ну... Выходите за Алистера, и тогда я вас поддерживаю. А, блин. Слушай, это разные вещи получаются. Просто ее поддержать? Ладно, посмотрим по ходу дела. Если, если, ладно, они поженятся, все не так страшно, в принципе. Потому что она действительно хорошо правит этого. Отрицать нет смысла. Вообще, кстати, да, знаете, на самом деле, черт с ним. Мы пока что воспользуемся ситуацией. Она будет править, все зашибись. Алистера будет на нее поглядывать, учиться. А потом, когда ему будет нужен наследник, он свернет ей шею и... Согласна. Да-да. А еще что-нибудь надо? Вот, знаете, она выглядит не такой мерзкой, на самом деле, вот здесь. Я понимаю, почему я, кстати, когда первый раз проходила, я, в общем-то, их поженила и была довольна этим решением. Но, не знаю, она мне не нравится. Вот что-то в ней есть такое. С другой стороны, конечно, как королеве, ей только так и надо поступать. И где-то жестко, где-то хитро. И как бы, как королева, она действительно хороша. Я не спорю с этим, ни в коем случае. Но, блин. Не знаю. Алистер, святое. Еще что-нибудь? Нет, все. Ладно, ну, с Богом. Говорим с Амоном и вперед. Да, 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 да. Я слыхал, что в Альфинаже были большие беспорядки. Что там, собственно, произошло? Ну, Логейн, с работорговцами, ла-ла-ла. Прости меня. Да, да. А ты, страж. Да, хорошо. Все. Задание обновлено. Осталось только... Этот квест. С собранием земель. Ты мне что-нибудь скажешь? Удачи тебе на собрании земель. О, да, она мне понадобится. Она мне очень понадобится. Пойду поплачу. Пойду где-нибудь упаду в обморок. Значит, так же. Пойду с Мориган. Не знаю, обучемуся. Потому что, да. Мориган, ты мне что-нибудь скажешь, хорошее? Ну, пусть мне еще один слуга предложит сменить одежды. Дом я подожгу. А что они тебе сейчас? Что делать мне теперь? Пристают. Это же хорошо, деда. Ты посмотри. И брошка у тебя тут, и сиськи перекрыт. Все хорошо. Все очень прилично. Так, спросить кое-что. Да у тебя полно вопросов, верно? Ха-ха-ха. А вот про других менять обличие. Возможно, если бы я пожелала. Но я не хочу этого. Ну и не надо, в общем-то. Почему нет? Меня просили сопровождать. Со временем, быть может, я научу вас секретам матери. Да ладно, слушай, у нас с тобой отношения на плюс сто. Ты че, мань? Я помню, у меня, кстати, как-то получалось ее... Это самое, заставить. Может быть, как раз-таки потому что я жестко там с ней общалась. Потому что лучше бы тебе захотеть. Может быть, поэтому я и не хочу с ней так разговаривать. Мне эта способность нахрен не нужна. Точнее, специализация. В общем, ребятки. Я думаю, мы здесь остановимся. Я не знаю, сколько идет серии. Я просто хочу, чтобы следующая серия была полностью посвящена собранию земель. Потому что она очень потная будет. Да. В общем, надеюсь, что эта серия вам понравилась. Немножечко такая нервная. Слушайте, чуть не просрали со мной радиалог. Вообще, я все никогда этого не поняла. Всю мать его игру играет, чтобы потом просрать собрание земель. И понять это только на собрание земель. Пришлось бы все это нахрен удалять. И перезаписывать серию. И делать вид, что я играю первый раз. В общем, ладно. Слава богу, что все обошлось. Посмотрим с Анорой. Может быть, я все-таки их поженю. Меня смущает то, что она детей не может иметь. Вот тут прям очень сильно. Хотя, может, им, конечно, там не везло. Может, это Кайлон был бесплодный. Кто его знает? Не знаю. Посмотрим. Ну, если что, Анора смертная. Все под контролем. В любом случае, надеюсь, что эта серия вам понравилась. Если это так, обязательно ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. Завейте друзей. И до встречи в следующей серии, где нас ждет замечательное собрание земель. Надо точить ножи. Если вы понимаете, о чем я. В общем, привет. Всем удачи и до встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok